Они могут пройти в воскресную школу. Дети группы Маранапан. Слава Господу нашему! Жил Бог наш! Аминь! Аминь! Слава Господу! И несмотря на то, что мы с вами в разным состоянии, в пятницу мы с вами молились, и Господь что-то открывал нам, открывал не для нашего уныния, не для нашей печали земной этой, а чтобы мы с вами, делая выводы, жили за Господом, как в школе там бывают, да, раньше было, я учился в школе, там работа над ошибками была такой, там, ну, как это задание выполнил, там, и много ошибок сделал, и потом надо работу над ошибками проводить. Так и мы с вами, пока живем на этой земле, вот тоже делаем работу над ошибками, тут ошиблись, там что-то не получилось, но мы знаем, что перед великим живым Богом мы стоим. И этот Бог, он, как-то, знаете, так, вот я раньше представлял, что вот почему-нибудь совершишь такую какую-то ошибку, и Бог сразу тебя начинает показывать, знаете, как вот в средние века представляли Бога с плеткой такой вот. Только согрешил сразу получи, только согрешил сразу получи, вот так вот учили людей. Но мы с вами знаем, что наш Бог, Он милосердный, и это Его качество, и любовь Его качества, это одни из самых главных качеств, которые мы в Боге ценим, Его любовь, Его милосердие. Потому что если бы этого не было, а было все остальное, тогда я не знаю, как бы мы вообще с вами, ну, еще живы были до этого момента. Потому что очень часто мы с вами, бывает, ошибаемся, и хоть мы уже столько лет, может быть, идем за Господом, но много ошибок мы еще с вами совершаем. И сил-то у нас совсем мало, сил у нас мало, но мы знаем, у кого есть эти силы. Эти силы у нашего Господа, у Иисуса Христа. И Он дает, как Слово Божие говорит, просто, без упрека, и дает тем, кто нуждается, кто просит, кто ценит то, что Бог предлагает. Кто ценит, тому Бог и дает. Поэтому благослови нас с вами Господь на этом месте сегодня, ценить то, что Господь для нас с вами приготовил. Какую-то пищу, какое-то благословение, свою благодать, Он для нас это приготовил. Но мы с вами должны это оценить и захотеть этого. Господи, Ты сегодня очень нужен каждому из нас. И вот мы очень часто с вами вспоминаем о Давиде. Потому что в Слове Божьем много есть людей, много есть мужей Божьих. Но вот именно судьба Давида, она вот так вот всесторонне описана в Библии. И очень много о нем написано. И вы знаете, я всегда читал и вот так вот думал, ну у Давида, наверное, только два было таких больших падения. Это вот с Версавией, когда он, помните, народ Божий начал, ну там, опись делать, народа Божьего, перепись, население. И Бог тогда судился с ним. Но вот читая Слово Божье, понимая, что Давид-то он был муж Божий. Муж Божий, который совершал много, через которого Бог действовал сильно. Но в то же время видишь, сколько много было ошибок у него. Сколько много было падений, и помимо этого. Мы помним, как он одно время, помните, когда Саул на него там сильно ополчился, он ушел к велистимлянам, то есть к врагам народа Божьего. И он там целый год и четыре месяца, Слово Божье, говорит, он там жил у них. И он служил у них там, ну как бы на службе был, у врагов народа Божьего, понимаете. То есть человек тоже ослабел и как-то сделал такой в сердце шаг. Принял решение и пошел вот этим путем. Но знаете, наслабел человек. Мы тоже с вами часто ослабеваем. Но мы с вами понимаем, что Бог, он любит. Бог, он возлюбил и Давида, и он все равно провел его и через эти испытания, и через эти падения. Он дал ему силы до конца устоять. Дал силу получить то, что Бог обещал ему, то, что Бог обещал ему царство. И мы с вами верим так, что Бог и нам с вами поможет. Поможет явить верность Господу и получить то, что Бог нам с вами обещал. Перед нашей молитвой я буду читать из второй книги Царств, 22 глава, с первого стиха. Воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула и сказал, Господь твердыня моя и крепость моя и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня. И вот такие слова сказал Давид в тот момент, когда все испытания, которые на тот момент у него в жизни были, в тот момент, когда Саул очень сильно там на него с ним враждовал и хотел его жизни лишить, вот когда все это решилось, и он говорит, Бог мой, скала моя. И знаете, вот эти слова, они, мне кажется, мы и к себе их должны очень сильно так применять, что Бог мой, Он действительно скала моя. И знаете, когда Бог, Он скала, то это твердая скала, это твердое основание, и ничто не сможет поколебать, никакие обстоятельства, никакие силы, вот внешние какие-то там, не враг душ человеческих, ничто эту скалу, оно не поколеблет. Но когда дует ветер, вот мы представим, стоим на скале, на твердом основании, ветер дует, мы можем с вами колебаться, да? Мы можем колебаться с вами, а скала-то, она не поколебима, да? И мы все равно будем стоять на этой скале, мы будем колебаться, а скала, она не будет колебаться. А если мы будем смотреть налево-направо, нам еще сложнее будет. И вот на работе у нас надо было на высоте работать, и там второй ярус, третий леса выставляют. А знаете, ну с непривычки так вот, очень страшно так. У нас вот есть высотники, они так вот залазят, думаешь, все, они вообще не боятся, прыгают там, знаете, как вот так вот. И налево, и направо, и по-всякому там переворачиваются на этих лесах. А ты вот так вот, я забрался раз, знаете, очень трудно, сложно, там доски лежат, и вот только чуть ли не ползком по этим лесам можешь передвигаться. Хотя видишь, что, ну вот леса не стоят, они хоть и там качаются, ну страшно, знаете. Но вот понимаешь, что хотя там и земля, и это твердое основание земля, и вот эти леса стоят, ну страшно. Ну знаете, это мне страшно, когда я стою, но я понимаю, что я на твердом основании стою. Твердое основание есть Иисус Христос, Он непоколебим. И то дело, которое Он хочет с нами совершить в жизни моей, в жизни вашей, пока мы стоим на этом твердом основании, пока мы верим в Него, пока мы надеемся на Него, ничто нас из Его руки не похитит. Его любовь, она сохранит нас, Его спасение, оно у нас соблюдет до самого конца. Сила крови Его, сила Божьей благодати. Сейчас мы будем с вами молиться. Хотелось бы, знаете, открыть свое сердце пред Господом, сказать, Господи, Ты видишь мое сердце, Ты видишь мое несовершенство, Ты видишь, что я во многом еще не таков, Господи. Но я хочу, чтобы Ты изменял меня, Господи. Я хочу, чтобы благодать Твоя на меня изменяла. Чтобы я не просто, знаете, вот так вот, ну бывает Бог наполнит своей благодатью, хорошо так, и все на этом. Но чтобы действительно Божья благодать, она давая мне силы. И у меня было желание изменять что-то в жизни моей, становиться ближе к Господу. Потому что Господь не просто хочет нам какую-то радость давать, но Господь хочет нас приближать к Себе. А через это мы уже будем с вами радоваться, когда Господь нам будет открывать свое слово, будет давать что-то новое в молитве, нам будет давать какое-то откровение. Вот в этом есть радость. Радость в Иисусе Христе, в живом Боге. Мы с вами, я сожалению, об этом забываем, но Господь, Он очень хочет нас с вами благословить. Поэтому сейчас склонимся пред Ним и будем нуждаться в Нем, и будем призывать Его благословения. Аминь.